Кодекс об культуры официально дейничая с 3 лютого гэтага года. У одним документе, у першыню, объединены усе на керунке дейности установлены от декоративно-прикладного мастерства до гинематографии. А праша тагони, которые на прамке, на кшталт аховой историко-культурной спадшины, особным рядком прописаны у першыню. У Министерстве культуры перекананы, необходимо заховывать минавито старожитную спадшину. Коли у те школеры, які были традиционно уластивые для конкретной мясовости, дадаются новые, гэта уже не спадшина. Як дарычи и обрадовая песни у сучасной образоции. Нельзя губить истоки национальные какими-то новшествами, которые не свойственны совершенно национально. Надо делать свое новое, современное тогда, но ни в коем случае не портить национальное. Пропиршие реальные плюсы и недохопый кодекс об культуры можно будет мерковать праздникальки месяцев. Тем больше, что зараз начинается фестивальное лето, якое треба провести на высокем узровне. Еще один проблемный момент – юридичная письменность. Часто на местах не могут навыд правильно оформить необходные документы. Минавито по этой причине на пошнем республиканском конкурсе по обслуговыванию сельского населенства по широку номинаций не сдолили вызначать переможцам. Больше уваги будет надаваться и деятельности клубов. По сути, гэта самая доступная установа, где населенство может проводить час и реализовывать свои творшие сдольности. На при конце года эффективность реализации кодекса об культуры у Себакова проанализують и при необходимости унесусь у гэта документ пылные изменения. Дополняться новыми и артыкулами, новыми положениями. Будет редактоваться, потому что я еще раз хочу подкреслить, что наше життя не стоит на месте, оно развивается. Появляются некие новые изъявы, новые накерунки деянности. И хочу подкреслить об тем, что гэта будет иметь ведьме важное значение для развития культуры у Республицы Беларусь. Олеся Сюрова, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, Телерадиокампания «Гомель» Житковицкого района.